Ух, вышли мы от приятного молодого человека, помогли установить язык, найти канал. Он сам просил, да, он сам очень просил, так приятно вообще. Ух ты, а вы что-то вид сзади видите, мы сейчас вам еще покажем. Это что-то вот, кстати, какая-то древность, мне кажется, ничего не видел. Беда, бинт, соус, беда. Сейчас, сейчас я подсвечу что-то, подождите. Это что-то старинное. А я пока вам вид покажу. Уже так красиво и спокойно. Ребята, я... Рекомендуется, рекомендуется приходить. Так спокойно, тут так хорошо. Вообще как-то в Абу-Даби спокойнее, чем в Дубае, конечно, всегда. И почему-то вот девочки, которые у меня тренируются с университета, они говорят, тренер, ты что? Мы Дубай не любим, там туристов много. Мы Абу-Даби любим. Так, а ну-ка, я не понимаю. Это, наверное, все-таки человек. Беда, бинт, саут, лай, жил, чужой, сам, 15 километров, северный, алайн. Да? Северный алайн. Лаис расположен. А-а-а. Расположен какой-то форт, видимо, да, возле алайна. Ага, вот 15 километров. Это, наверное, или кусочек от форта, или что. Подожди, это датируется без... Я все время вот это путаю. 3000 лет... До нашей эры. Before century. BS before. Ну, по идее. Поправьте меня. Ну, знаете, детям здесь тоже будет интересно. Вы здесь застрянете где-то на час, максимум два, но будет интересно. Вон, котики видели, какие замечательные. Кинжальчик, кстати. А вид какой. Ёлки, Гонконг будто бы, честно. Только аккуратно здесь можно подлететь чуть-чуть. Боже, как красиво и спокойно. Действительно, просто спокойствие такое. Класс. Ой-ой-ой, прям летают, летают прям. Злые птички уже очень называют. Злые птички постоянно у нас под балконом кричат. Каташа называет их злые птички. Они ночные. Какая умиротворенная красота просто. Это вообще... Это место где... Там шум, там город, да. Здесь вообще так хорошо. У тебя фонарик горит на телефоне. А я специально спрашиваю, да. Спасибо большое. Ну, просто очень красиво. Вообще класс. Дрончик летит какой-то чешуя-то. Вверху, вверху, вверху. Да, дрон. Привет, дрон. Вот, какой же это дрон. Самолет. Все, идем туда. Еще там... Вот смотрите, как сегодня красиво. Несколько видео даже сняли. Ну, интересно было. Мы приехали, ну, буквально мы в 6 приехали. Сейчас 7.15. Мы столько успели уже. Посмотрели интересные музеи, быстрое видео сделали. И шопинг был в таком классном кожаном магазине. Такие люди позитивные, знаете, вот реально вот. Позитивные люди. И продавец, и этот мужчина, который... Деревья, деревья, какие тут старые деревья. Вот так вот. Не, не все так просто, но мало действительно. В общем, попросил наложить блюр. Ну, конечно, усложнит выпуск видео. Ну, наложим что делать, конечно. Смотри, какие тут старые. Классные. Это мне нравится. Хотя странно, он все так рассказывал. Да, так рассказывал, показывал. Я знаю, если женщина там, да, там, она там открытая, неоткрытая. И такое, ну, может быть такое, да. Все-таки Эмираты, арабская страна, мусульманская религия. Ну, вот мужчина, странно, он как бы это, я не знаю. Слушай, это реально... Может, ему сказал кто-то что-то? Это бандиан реально. Ну, он же не знает, на каком, наверное, мы шли... Ну, как бы он язык понимает, но он же не знает, что мы говорим. Ну, по нам же видно, что мы фигню говорить не будем, по-моему. Слушай, по человеку можно... Как это? Одно дело видишь, а второе дело там... Ну, мне почему-то кажется, что... Реально, я не знаю. А что это такое? Как люди говорят, по людям можно вычислить, что они говорят. Ну, это мое мнение такое. Да, такая экскурсия прям пошла. Ух! Популярный. А ну, сейчас... Да, туалет. Ну, да, ты прям угадала в форме башни. А тут какой-то тоже музей. Вот тут мы прошли. Да, я обратила внимание, показала пушку, но не зашли. Мы сразу пошли, потому что мы заметили... Я котиком пошла, короче. А, да, коты вообще знатные. Ну, идем глянем. Там, кстати, помните, проходили пушку, было светло еще. А сейчас вот идем, входим в башню, и уже такая хорошая темень. Такие лавочки каменные. Ой, двери красивые. Ну, говори, в принципе, один музей только. Нет, какой-то еще есть. А, мне надо еще один музей, смотрите. Здравствуйте. Ну, и женская одежда. Прям страшно, если честно. Это типичная абая и бурка, которая, в принципе, одевается на лицо. Сейчас уже только в каких-то таких совсем уже древних семьях, с древними традициями. Или девушка, женщина сама это хочет делать. Я видела пару раз в Иляйне. Они, честно, так смотрятся очень жестко, неожиданно. И на очень пожилых женщинах я видела. Ну, уже привезли. Молодые, конечно, не одевают. А интересно, это зачем как бы сделано? Маленькие это, то есть всю жизнь в одном и том, но не в одном и том. Странно, что желтый цвет. Вообще, кондура у всех эмиратцев белая всегда. Очень редко я вижу там темно-голубая бывает. Ничего, на зиму они одевают такого красивого цвета, как верблюжьего, что ли. Вон, смотри, как это, в кавле. То есть, не один музей, два музея все-таки. Говорили, один маленький музей. Наверное, сюда никто не заглядывал уже, мне кажется. Потому что вот там, во всех этих отзывах, что мы прочли, зачем сюда ехать, правильно? Мы же сначала читаем отзывы. Красивый браслет. Прописан был, указан один из них. Хна, хна, это же разукрашивают ноги, руки, как и это в Индии. И тут тоже очень популярно. Это что? Это янтарь? Я уже обратила внимание на красивый браслетик. Это натуральные камни. Это, посмотри, какие-то иголочки. Или что это такое? Детики. Ну, как шарики такие, как шапы. Иголочки, да, что я неправильно сказала. Где бронза или что это? Ну, сервер, это серебро. Очень красиво. А вот это кораллы, наверное. Наташа любит такие всякие вещи. Красиво, конечно, увеличивать чуть-чуть, чтобы было лучше видно. Ну, такие прям неожиданные шапы, прям вот. Не ожидалось, что такое будет. Это очень влияние Индии. Вот явно просто. В моде? Нет, видно. Но вот в украшениях это индийский. А это зеркало, да, точно. Это зеркало. Слушай, ну вот это явно кораллы. Вот это кораллы. Да, я бы этот пояс показала, как раз там решила увеличить. Вот эти круглые камни, но больше это не похоже на камни. Это даже рубины могут быть. Ай-яй-яй-яй. Какая красивая. Бронзовая, ничего себе. Смотри, йогурт делали. Ты видела? Нет, про йогурт я не увидела. А вот это бронзовый кувшин. Использовался для йогурта. То есть, наверное, здесь хранили. Оно холодит, ну, холодно было. Холод держало. А что это за это лапти? Это же прям как китайский. Видишь, здесь влияние Китая, видимо. Видишь, тут такое зеркало. Оно что, зеркало. Оно такое. Да. Старое зеркало. Посмотреть. Сколько здесь у нас внули для этого зеркала? Какой красивый этот сундучок. Ух ты, какие узоры сундучка, да? Что, зеленоватым отливает? На самом деле он такой, я вам скажу, как, ну, цвета такого дерева. Коричневого. Двери красивые. Они использовали для душа, например, ну, что, да? Water, jar, carrot, байбурс, пуза, шутер. Ага. Я не знаю. Для душа, для душа. Для душа. У меня издалека показалось, что это свинка висит, животное. А это кожа козла. Тоже что-то про йогурт, чтобы, что-что, что-то использовалось, как хранение масла и йогурта. Понятно. Ну, да, слушайте, такое интересное. А вот это все бронза. Это натурально все. Тут интересно как-то поднять. Пронзошли легкие. Да, Наташа, он пыталась чайничек поднять за 1300, да, недавно. В этом я цену запомнила очень хорошо, потому что, ну, не, ну, приличностно. Слушайте. Ух ты, тут прям замок какой-то. Смотри, они туда заливали, наверное, и делали йогурт. А, так что я показала, он тоже говорит, заливали, наверное. А тут прям красота какая-то вообще. Ой, какие милые эти. Боже, как они туда угли насыпали, там все какие-то старину и давнину. А, ну, это стали или это нет? Не знаю. Ну, у-у, тут еще в порядке. Ну, тут закрыто уже, не запалить. Это что делали масло? Интересно. Наверное, да. Что-то охранник идет. От жертвы не должен. Не знаю. Аккуратно. Слышишь? Аккуратно. Я уже от охранников дергаюсь. В Дубае постоянно останавливали. Ну, да, я же говорю, здесь ни разу мы не заметили надписи, не снимали. Здесь наоборот снимаете, снимаете. Зачем там жидкость? Что нам обозначается? Мне же страшно. Запах какой-то там должен был быть. Не знаю. Мы же тут жили себе за пальмовыми этими ветками, да? Я ничего не вижу. Он ружьевый. Ой, как же эти фотографии хорошо передают. Это случайно не у Инфреда Тессиджера фотографии. Очень похожий его стиль такой. Это чуть раньше. А мне кажется, это раньше. Чуть раньше, да. Какие-то одежды другие. Кондиционер тоже так поставили под это. А Гудаби в 60-х. Ну, смотри, ну, близко, да. Тот уже был Тессиджер, наверное, 65-й. Я даже не могу представить. Близко-близко. Может, это и Тессиджерские. Воды, я не знаю. Какие дети счастливые, довольные, скачивают. Школа. На Хаяш. Пока еще в Феррари нету в кармане. Школа. Первая, одна из старейших школ в Абу-Даби. В Абу-Даби, да. Он первый ученик. Вот такой музей, конечно, больше похож на Джахили Форд. Мне очень нравится. История. История, реально. Надо приезжать в Старустики, историю смотреть. Ох, какой форд такой уже. Ой, какой красивый. Он уже прямо здесь разрушен. Я прямо стекло влетела. Что-то не подписали. Ну, скажи, ну, чего не подписали. Ну, да, вот это вот странно, кстати, что. Какой он интересный, слушай. Не подписано. Вернусь сейчас, кстати, надо вот. Ой, смотри, даже что-то выращивают. Смотри, там поливают, посадили. Даже говорит, выращивают. Ну, вон, смотри, что-то посадили. Вот, все слои поливают. Так, сейчас вернусь, покажу, что здесь. А это для рыбы, да? Вот эта сетка. Кораллы, слушай, такие. Ту пуля и блок, сон бот, ту бот. Это от корабля к кораблю подтягивать, наверное. Корабли такие были, шхуночки. Вот крючки-то для душевой, смотри, Наташа, что для душевой крючки искал. Смотри, какие хорошие. Люди что-то знали, что Наташа будет искать крючки от душевой. Вот еще один зал остался. Тотуша уводится, наверное, в море, а в океане здесь. Ну, да, вот рыболовство и жемчуг. Вот, что у них было до того, как нашли нефть, и ой-ой-ой, большой какой. И шейх-заид поделился. Вот, что в морях-то было. Черепахи красивые плавали. Мне какой-то уже музей Занзибара напоминает. Просто там очень много я сталкивалась с такой живностью. На Шри-Ланке и в Индии нога нет. А вот сталкивалась с жемчуг красивой. Ну, это раковина, но вот видно, смотри, как аж олстер-шелл. Да, смотри, устричные раковины. Ну, просто, как-то бесит, как жемчуг уже. Посмотри, уже отбелили его. Ну, посмотри, вот как будто бусина. Они, наверное, полнораве тут было. Тут, смотри, тут как бы изначально, вот же, видишь, это просеивали жемчуг. Вот же, большие туда. Да, вон мерила, смотри, вон мерила, тоже жемчуга. Это по весу. О, это удобно, удобно, смотрите. Раз, и все. Они по весу продавали. А это они вот вынимали, наверное. Вынимают. Ну, это вот они на пальце, это что-то я делаю. Ну, это с помощью чего тоже. Ну, как бы пинцеты, микроскопы. Вот это чистят. Браш. Как Наташа, он все так быстро брал. Раз, два, три, четыре. А вот это цены на это, я так понимаю, трейдспэр. Видишь, две, это цены. Это что, это цифры, правда? Народ, кто там будет торговаться за жемчугу, скажете, а раньше цены вот такие были. А раньше цены вот такие. Посмотрите, кстати, как переводится арабский, очень легко их выложить. Слушай, а ты не можешь понимать, да? Прочитать можешь. Ну, это же цифры, правильно? Ну, вот интересно, да? Я прочитать могу, ну, а зачем? А сколько стоило? На какую дату, понимаете? Чтобы понимать, на сейчас... Народ, кому интересно, вот арабский в гугле очень легко выучить 10 цифр, и все прочтете и ставьте на паузу. Красивый поезд тоже с камнем. Кораллы? А это сбруя, это на коня, смотри, это же вот эти, как они, стремина или как называется, но не куда ставить. Это сбруя наверняка на коня одевалась. Вот впереди, наверное, я не знаю, как это правильно называется. Это седло, по-моему, очень похоже. Похоже. Это там мерилочка чего-то золото, ну, просто написано. Весы, скейлы, межи, весы и весы. А это что-то пила такая. Ой, ужасно. Ага, пила, это инструменты. А это написано просто Carpentry Tools, это, как это там, инструменты-сэнтехника, можно так сказать. Вот письма, уже еще, еще более интересный. Что-то мы пропустили, уже людей много. Что мы там пропустили? Это те, что? Это что это? А, это, это... Ныряльщика, что ли? Постоянно с кожи вся кожа. Скафандр. А, это кожа, но все прямо... Мужчина только что тоже прислонился, и лбом как треснется. Кинжалы разные-разные-разные виды. Мечи. Это шелкщит и щиты, такие маленькие щиты. Это, я думаю, священное писание Корана. Вот уже монетки идут и деньги Дирхама. А, какие они были, да? Наверное, Дирхама. Нет, шиллинги. А, как эти деньги ходили? Это шиллинги. Ну, а тут же ходили, наверное, эти... Это, я думаю, Дирхама, не Дирхама. С Советского Союза, помнишь, мы сняли? Да, СССР монетка была. Вот тоже ленюшки. Ну, это уже, смотри, пятерик. Пятерик сейчас такой оранжевый, наверное. Ирак. Ага, выцвешил уже такой... А он, это Египта. Точно. Смотрите, людей так подошло много. Но, слава богу, что мы здесь смотрим. Приятно все-таки. Вот так вот, музей не смотреть. Ребят, это трезубец. Трезубец, да, приятно. Топорик, копья. И снова щель, наверное. О, какая кольчуга, да? Да, кольчуга какая. Страшно. Ну, да, так, ну... Прилично так. Прилично одевали воинов. И, да, страшно, страшно. Реально на все эти видео оружие смотреть. Меч, лук. Такой из пальм это сделано. Такой красивый потолок. Мушкеты с патронами. А смотри, как они. В мартини местные называют сама. Это было консидерит. Что такое консидерит? Консидерит. Консидерит. Патрончики, пули. Угас, ужас. Да, как-то такое швейт. Таким вот холодом. Ты знаешь, что в Токстамбуле, да, в Токкопе, да, там же музей такой, тоже военного оружия. Там такой еще, ну, там, помешите, мячи, там, вот эти мячи, там, и там музыка страшная. Так идешь, ой. Да, там точно. Лучше идемте бриллианты посмотрим, да, там же рядом с... Аккуратно проводим. Ну, вот такой здесь еще один музей. Да, ну, так, конечно. Этим оружием? Да, оружия тут, конечно, ну, не очень много, но оно так страшно представлено, да. Вот уже вышли мы. Развивается наверху. Класс. Флаг, такие башенки. Вот так показали вам за несколько видео, что можно увидеть в Heritage Village. Рекомендую к посещению, да? Да, мне очень понравилось. Рекомендую. Мне кажется, мы еще немножко туда пройдем, в ту сторону. По-моему, там тоже что-то есть. Отошли мы немножко от музея второго. И тут Наташа говорит, давай пройдемся еще. И заметили, вон верблюд есть. Смотрите, настоящий верблюд. Можно подойти к нему. Там кони ослик еще я вижу. Ну, идем посмотрим. Кстати, нужно в песке идти. Ослик в загоне, а вот это... А кони верблюд... Ой, так идти тяжело по песку. Просто класс. То есть можно подойти и посмотреть. Поиграться, покататься. Ну, поиграться плохая идея. Покататься тоже лучше покормить и уйти. Все-таки животных жалко. Такой верблюд. Девочка гладит. Животное. Точнее, лошадку. Ой, что-то верблюд так сказал, по-моему, человеку. Это, хотят сфоткаться, а верблюд жует так и... Сейчас, по-моему, может плюнуть. А вон сзади сходит ослик, сзади верблюда. Что-то верблюд им говорит, по-моему, говорит. Идите, женщины. Верблюд говорит что-то. Поворачивает голову и говорит. А он тут живет, да? Наверное, да. Все, уже лег. Ну, идем, посмотрим ослика. Ой, небоскребы красивые. О, красивый конь. Гнедой цвет называется. По-моему, гнидая кобыла, лошадь. Привет. Верблюд, привет. Не плюй только в меня, ладно? О, смотри, прямо с таким небольшим ветем, с рогами. Она не знаю, будет ли видно. Не видно, наверное. Вон они втроем. О, спасибо. А этот, этот? Ой, какие красивые. И вот она смотрит. Не знаю, вспышку включила. Посветписи. Можно ли вообще? А что нельзя, ты ж не маниного, да? Ну да. Привет. Что такое? Лапочка, ослик, лапочка. Привет. Как твои дела? Все, немножко уже плохо видно. Ну, подожди, если вот так вот. Я никогда не видела ослика вблизи. В зоопарке тоже не видела. Ой, ой, ой. Что такое? Что идет? Нудится, наверное. Реально, что он так? Головой мотает, бедняга. Кто знает, чего он. Ну, вот такое животное тоже есть. Детям будет интересно. Ослик, у меня голова уже закружилась. Очень красивая эта калочка. С такими. Такой верблюд смотрит, что такое. Ну что, народ, вот мы вам показали вам нескольких видео прекрасное Heritage Village в Абудабе. Что можно сказать? Какие дать рекомендации? Обязательно посетить, получить удовольствие. Здесь очень хорошо, очень, знаете, тут природа такая, что реально древние деревья. Вот видно, что им минимум лет по 40. Вот действительно. И очень уютно, спокойно, тихо. Есть что посмотреть. Как бы она простенькая, но есть что посмотреть. Да, действительно, стоит, вот посетить просто стоит. Еще и бесплатно. Да. Еще и кофейком напоится. Приходите. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова